Приветствую! Подходит к концу кампания по обновлению данных и, конечно же, актуальным есть вопрос, а что будет после 17 июля? Сможет ли ТЦК и ЕСП задерживать людей за необновление данных? Сможет ли полиция задерживать людей за необновление данных? И будут ли они рассматривать это как административное правонарушение и, соответственно, как основание для задержания и доставки человека в ТЦК и ЕСП? И вот с этими вопросами мы сейчас с вами и разберемся. Перед тем, как мы продолжим, хочу обратить ваше внимание на то, что данное видео это уже второе видео, где я показываю тонкости законодательства, которые защищают человека в контексте обновления данных. И подробно рассказываю о том, как это можно использовать. Предыдущее видео вы сможете потом посмотреть по ссылочке в описании к данному ролику. Там я рассказываю о том, почему ТЦК и ЕСП, полиция и суд не смогут вас лишить ограничить временно ваше право управлять транспортным средством за необновление данных. Итак, несмотря на всю, скажем так, даже, наверное, жесткость изменений, которые появились у нас в мае месяце, несмотря на то, как изменился закон о мобилизации, закон о воинской обязанности и воинской службе, какие изменения появились в постанове 1487 и какой оказалась новая постанова 560. Несмотря на все это, представители ТЦК и ЕСП не получили право задерживать людей. Как и до 18 мая, так и исходя из текущего законодательства, представители ТЦК и ЕСП не имеют ни единого полномочия, ни намека даже на полномочия по задержанию людей, по применению к ним силы. И, конечно, здесь вы можете сказать, Олег, ну ты вообще адекватный человек, выйди на улицу и посмотри, что происходит на улице. Друзья, я не на улицу хожу, я в интернет хожу, а в интернете я смотрел Масичук. А Масичук что сказала? Что это все, как там, по-моему, если память не изменяет, нейросети, постановки и поодинокие выпадки. Да? Как-то так было. Масичук врать не может, поэтому мы свято верим в то, что это все нейросети. Да? Верим же? Верим. Вот, идем дальше. Поэтому, друзья, здесь мы говорим о том, что по закону, как должно быть. Да? То есть это из разряда теории, которая не всегда, к сожалению, соответствует практике. Итак, с точки зрения закона, ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать людей. Не имеет никаких полномочий по ограничению свободы передвижения человека. Теперь переходим к полиции. Если человек не обновил данные, и, как мы с вами знаем, теперь полиция тоже имеет полномочия проверять военно-учетные документы. Как мы с вами знаем, они работают в тесной связке с представителями ТЦК и СП, имеют доступ к реестру Аберих и могут увидеть, обновил человек данные или не обновил. И вот, имеет ли полиция полномочия задерживать человека? На первый взгляд, да. Мы с вами знаем, что есть Кодекс Украины о административных правонарушениях, и там записана полномочия полиции задержать человека, в том числе и в случае, если он нарушает правила воинского учета. И вот здесь давайте разбираться подробно. Почему? Потому что не все так просто. И здесь есть варианты. И, на мой взгляд, у нас есть правовая возможность доказать полиции, что они не имеют полномочий по задержанию человека. Итак, смотрим Кодекс Украины о административных правонарушениях. Начнем мы со статьи 262, потому что именно в ней указано, прямо указано право полиции задерживать человека. И вот мы что здесь видим, что административное затримание особи, яка вчинила административное правопорушение, может проводиться лишь органами, уповноваженными на те законы Украины. И вот здесь дальше идет следующее. Административное затримание проводится органами внутренних справ национальной полиции. И дальше пошел перечень случаев, в которых национальная полиция может задержать человека. И в том числе, вот смотрите, есть такой случай. При порушении призывниками войсковозобовязанными резервистами правил войскового облику порушение законодавства про оборону, мобилизационную подготовку та мобилизацию. И в этом плане мне думается, что и полиция, и судебная система закон 3633, в котором указана обязанность уточнить данные, будут рассматривать этот закон как законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации в том числе. То есть фиксируем для себя, статья 262 в принципе дает право задержать человека. Но не все так просто. Мы чуть-чуть пойдем назад. И мы с вами посмотрим статью 260 того же Купапа. И здесь мы видим следующее. Прямо передбаченных законами Украины с метою припинения адміністративных правопорушений, когда вычерпаны другие заходы вплива, встановление особи, складывание протоколу про адміністративное правопорушение в разе неможливости складыня його на місці вчинення правопорушення, якщо складыня протоколу є обов'язковым. И дальше читать даже не будем. Дальше там указано, что человека могут затриматы. Допускается адміністративное затримане. Но я хочу здесь уже остановиться, чтобы акцентировать ваше внимание на то, почему полиция, как мне кажется, как одно из толкований закона, не может задерживать человека за то, что он не обновил данные. Ещё раз обращаем внимание на условия. Якщо складыня протоколу є обов'язковым? Вот оно условие. Складыня протоколу є обов'язковым. И вот с этим нужно разобраться. А чтобы разобраться с этим, мы с вами открываем другую статью КУПАП. Статью 258, где написано «Выпадки колы протокол про адміністративное правопорушення не складается». И пошёл здесь большой перечень этих случаев. И среди этих случаев в части 5 статьи 258 КУПАП указано, что протокол не складается у рази вчинения в особливый период адміністративных правопорушень, передбаченных статьями 210 и 210 прим цього кодексу. Вот он, исключительный случай. Один из исключительных случаев, когда протокол не составляется. Да, вы можете сказать, что... Но дальше ж там написано, что протокол не составляется только в том случае, если уже человеку направили вымогу, вернее, выклык, и он не пришёл по этому выклыку. Только тогда начинает действовать эта статья. Друзья, а вот здесь это вопрос толкования. Мы можем толковать и так эту норму, и так. И я предлагаю её рассматривать как норму, которая говорит, что по статье 210 протокол может не составляться. То есть мы уже говорим о том, что есть исключение. И именно об этом идёт речь в статье 260. Якщо складыня протоколу е обов'язковым. То есть только в том случае, если составление протокола есть обязательное, полиция может доставить человека в ТЦК и ЕСП. А мы-то видим, что в случае с обновлением данных, ну и в принципе со статьёй 210 и 210 прим, составление протокола уже не есть обязательным. Да, там есть дополнительные условия, но оно не есть обязательным. И соответственно, что нам делать в этой ситуации? А в этой ситуации мы должны делать следующее. Если вдруг вот человек по какой-то причине не обновил данные, не знаю, забыл, не успел отстоять в ЦНАПах в очереди, а сейчас там сумасшедшие очереди, и вот оказался с необновленными данными, и его там 17-го числа, 18-го уже хоп, и хотят задержать. Друзья, вот здесь я предлагаю стоять на такой трактовке закона, что задержание на том основании, что человек не обновил данные, что нужно составить протокол, оно невозможно. Невозможно потому, что протокол не обязательно должен составляться в этой ситуации. А закон говорит, что задерживать человека и доставлять соответственно в ТЦК полиция может только в том случае, когда протокол обязательно составляется. А если протокол не обязателен, если принципиально возможно привлечение к админответственности по этой статье без протокола, то соответственно и затрымания не должно быть. Но, обращу здесь внимание, конечно же, это то, о чем я говорю, это лишь моя правовая позиция, это то, как сейчас вижу я это, да. Я при этом понимаю, что и полиция, и суд, если вы будете потом обжаловать это задержание, захотите там моральный ущерб возместить, да, то суд может сказать, что эта статья, это правило, да, оно же работает там в исключительных случаях, то есть мы бы тебя не задерживали, если бы ты уже получил выклык и назьявився за ным, да, тогда бы мы тебя не задерживали, тогда бы запустился вот этот механист. Но это вопрос трактовки. А трактовка здесь уже, ну, как минимум, не является однозначной. И, соответственно, с целью защиты прав человека, соответственно, можно толковать так, как я вам говорил. При этом я не рекомендую это понимать, как некую возможность не обновлять данные, то есть не нужно думать так, что вот я не обновлю данные, меня не смогут задержать, потому что, повторюсь, мы же знаем, что бывает на улицах, да, что в реальной жизни все может быть по-другому, и мы понимаем, что люди, с которыми вы будете общаться на улице, они могут не вникать в подробности и вот в такие тонкости действующего законодательства. Учитывайте это. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой телеграм-канал, его название вы видите сейчас вот здесь, и ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok